Креативные идеи поддержали десятки людей. Бизнесмены, общественные деятели, чиновники, представители СМИ встретились в рамках проекта. Главная цель – наладить бизнес-связи. Организаторы, среди которых представители общенационального движения «Казахстан-2050», говорят, что это уникальный шанс для бизнеса. Мы проводим впервые мероприятие в Шенкенте «Friday Hub by Women-2050», который предназначен для представителей бизнес-среды, для сотрудников государственного сектора, нацкомпаний, международных организаций. Цель данного проекта – это объединить и создать неформальную площадку для новых знакомств, партнерств, соглашений, возможно, реализации новых проектов, идей. Своебразный слет бизнесменов проходил в живом формате. Гости вечера участвовали в розыгрыше призов и активно искали бизнес-партнеров и просто единомышленников. Некоторым даже удалось заключить деловое соглашение. Прямо произошли все ожидания. Мы уже, наверное, около 20 организаций, мы уже познакомились практически, уже даже договорились о определенных предложениях. За налаживание бизнес-контактов выступили и гости из Астаны, эксперт по нетворкингу Мирей Мустафина и политолог, также представитель общенационального движения «Казахстан-2050» Донат Жумин. Мы говорили о том, что нам в этом городе, мы привыкли здесь, есть туи, есть места, где мы так друг друга встречаем, знакомимся друг с другом. Нам нужны какие-то новые площадки, какие-то новые технологии, какие-то новые идеи, новые возможности для того, чтобы постигать какие-то новые форматы общения друг с другом. И вот сегодня я рад приветствовать вас всех на Friday Hub. Это как раз-таки такой новый формат, где люди могут встречаться, где люди могут общаться, где люди могут друг с другом заводить знакомства и впоследствии какие-то там новые, может быть, проекты от этого будут рождаться. Подобный проект уже проводился в Астане, Алматы и Таразе. Там идею поддержали зарубежные и транснациональные компании. Представители бизнес-сообщества считают, что раз Шымкент должен стать предпринимательским центром страны, то и бизнесмены должны быть более креативными и доступными. Планируется, что неформальные площадки для переговоров в Шымкенте будут проводиться ежемесячно.